открою вам еще одну тайну почему я предпочитаю все-таки люксовые автомобили флагманы той или иной марки вот если джип значит это lx 570 и если седан это значит с там 430 на 500 я еще не созрел так вот оказывается когда разработывают автомобили то именно флагманы той или иной марки оттачивают то есть их проверяют на разного рода балансировку чтоб вперед и зад были сбалансированы чтобы не заносило их проверяют на безопасность их проверяет по очень многим параметрам их проверяют чтоб музыка звучала чтоб комфорт был чтоб знаете все 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 было то есть их оттачивают делают так как надо потом естественно не процесс эксплуатации теряет большую часть своей цены но тем не менее тем не менее это не значит что они и потеряли свое качество в качество в качестве они также и остались цена упала качество осталось если вы берете обыкновенный автомобиль но грубо говоря так вот бизнес-класса как правило эти автомобили но будет не проходит такую проверку которую проходит вот эти вот люксовые модели престиж фирмы их делают так чтобы знаете сделать подешевле а продать подороже не вкладывая никакие исследования как этот автомобиль там ведет себя на дороге то есть особо не заморачиваются и чем не ниже уровень автомобиля тем вот эти все эти параметры безопасности значит эргономики сбалансированности и прочего прочее они все меньше и меньше и получается грубо говоря как телега четыре колеса едет едет и все поэтому поэтому с учетом вот этих вот всех мыслей я пришел лично для себя к выводу брать автомобили премиум класса известных марок как ну которые допустим понравится по своим таким параметрам от особой надежности и проверенности вот и бэушную модель и потом ее будет одно дело сразу отвалить 7 миллионов и 8 миллионов которых ну коротких у меня нету скорее всего и у вас нету редко у кого есть сразу 7 миллионов которые не готовы заплатить но пройдет там допустим 10 лет да машина в чем-то там она как бы сказать потеряет но ее можно уже купить за тот же там миллион и дальше ездит так же как и единственный налог там придется платить за лошадиные силы ну вот таких вот соображений я и покупаю поддержку а то которые фирма довела до какого-то новинческого продолжение внесла новые там различные инновации проверила сделала вылезала и получается то что надо